На ледовой арене шайба собрались лучшие спортсмены-паралимпийцы, обладатели наивысших рейтингов IPS по итогам прошедшего в этом году чемпионата мира. Борьба между спортсменами из четырех стран стартовала 27 августа. По результатам первого отборочного тура сборная Канады обошла Чехов со счетом 3-1. А в матче с Норвегией российская дружина уступила одно очко, пропустив свои ворота три шайбы противника. Но, как утверждают игроки сборной Норвегии, эта победа им далась нелегко. Знаете, команда России становится в последние годы все сильнее и сильнее. В первый раз, когда мы играли пару лет назад с россиянами, счет был 15-0, но это была только первая игра. С тех пор они прогрессируют, много тренируются, у них много хороших игроков, а у России в целом великие хоккейные традиции. Так что попадание в число лучших в этом виде спорта только вопрос времени. Второй итоговый день вновь оказался для России неудачным. Сборная Чехии взяла верх по булитам над нашими слэш-хоккеистами. Счет матча 2-1. А во второй схватке группового этапа соревнований действующие чемпионы мира из Канады разгромили сборную Норвегии со счетом 5-1. По окончании игр участники турнира поделились впечатлениями о прошедших матчах. В целом мы начали неплохо, но провалились в середине второго периода. Тут они нас и взяли. На этот турнир основная цель – получить и закрепить хороший опыт. Сегодня в третьем туре группового этапа сборная Чехии скрестила клюшки с норвежцами. Затем состоялся матч серебряных и бронзовых призеров последнего чемпионата мира Канады и России. Завтра команды проведут тренировки перед решающими полуфиналами. Они состоятся в субботу, а в воскресенье на льду встретятся победители. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.